Здравствуйте! А я напоминаю, что к нашему разговору можете присоединиться и вы, дорогие телезрители. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. В этом году комиссия по культуре провела немало мероприятий. Мне кажется, что мы сегодня подводим предварительные итоги, еще что-то будет проведено. Давайте обо всем по порядку. Весной этого года стартовала акция «Библиотека добра». Давайте напомним телезрителям, что это за акция такая. Виктория? Да, «Библиотека добра» — это действительно уникальная акция, которая стартовала этой весной. Нам пришла такая идея, что существует очень много книг, которые остаются, к сожалению, ненужными. То есть они либо выбрасываются, либо забываются. А книги нам дают понимание, нам дают понимание жизни. Поэтому мы решили дать второе дыхание книгам. И решили сделать такую акцию «Библиотеку добра» — создать на территории Одинцовского района такую переездную библиотеку, куда могли бы люди приносить книги. И не только приносить, но еще и брать те, которые им понравятся. И мы стартовали в апреле месяце. И в мае, получается, у нас уже было более 700 книг. Мы участвовали в акции тоже «Библиотеки добра» на территории города Одинцова. На центральной площади мы находились. Был день города. И люди у нас практически разобрали все 700 книг и принесли взамен где-то порядка 400-500. Приносили, включая и литературу, и зарубежную литературу. Очень много для детишек приносили. Как только мы запустили акцию, очень стало много людей звонить нам и говорить о том, что у людей целой библиотеки дома находятся. Те, которые в свое советское время собирали очень много книг, особенно когда это было модно. Еще стенки были в свое время, и они были всегда заполнены томами. Война и мир. Конечно, врач был дефицит, за книжками гонялись. Да, да, да. По талонам все было. Да, по талонам. И нам начали звонить и говорить о том, что действительно есть книги. Вы приезжайте, забирайте. И вот у нас есть непосредственно люди, которые этим занимаются. И вот девочки, мы занимаемся. И мы приезжаем на место, когда нам дают адреса, мы приезжаем и, соответственно, забираем эти книги. Также у нас были и выездные мероприятия уже в Кубинке, в Одинцово, и в Голицыно, и в Горках вторых. Мы также приезжали в Дома культуры и забирали книги. Борис, вы были на самой первой акции, правильно, в Одинцово. Вот с какими мыслями вы выходили тогда первый раз раздавать и собирать книжки? Ну, мы пришли, ну, прежде всего, конечно, там были книги в основном наши, ну, чтобы не с пустыми руками, так сказать, в мир прийти. Мы принесли книги, какие у нас были. И к нам я дала рекламную акцию, рассказала об этом в нашей школе, приходили детки из нашей школы. И было очень интересно тот факт, что дети приносили книги, и детские книги вот практически даже не залеживались. Их тут же моментально, вот ребеночек один принес, другую книжку взял, тут же где-то через какое-то время подходил другой ребенок. И он говорит, о, вот эту книжку я так давно хотела почитать, мне интересно, а можно я ее возьму? То есть это было так трогательно. И действительно, вот это, наверное, важно, чтобы дети действительно эти книжки брали в руки, видели их. А если еще и у нас получится, что у нас будет помещение, мы там сможем устраивать интересные встречи. И не только детей с детьми, а может быть детей со взрослыми. Потому что вот мы разговаривали сегодня, что книга, когда она уже прочитана, в ней есть часть какой-то истории. Конечно, нас всех учили, что в книжках рисовать нельзя, это очень плохо, это нехорошо. Но все равно человек, который, когда читает книгу, если он думает, еще задумывается, он оставляет где-то какие-то пометки. И ты, когда эту книгу берешь и смотришь, о, ну надо же, а я на это даже внимания не обратила. А тут человек поставил пометки. А почему он так сделал? А если еще дать возможность встретиться вот с этим? И обсудить. Обсудить, почему ты там поставил. Я думаю, что это будет очень интересно и нужно, и важно. Я с вами совершенно согласна. Кстати говоря, на первой акции в библиотеке Добра была и съемочная группа ОТВ. Давайте вспомним, как это было. Современные дети опровергают все стереотипы и доказывают, что читают они не меньше своих родителей. Ребята с удовольствием принимали участие в акции. Одни приносили свои книги, а другие выбирали понравившуюся и забирали домой. Такие акции нужны для того, чтобы другие книги повали к другим детям и обменялись книгами, узнали другие интересные книги. Организаторы отметили, что подобные пункты приема книг появятся и в других поселениях района. Не только можно принести книгу, можно книгу принести, обменять, взять любую понравившуюся. Поэтому давайте все вместе создавать новую библиотеку Добра социальную на территории Одинцовского района. Книги должны быть среди людей. Прочитал сам, поделись с другим. Подобный круговорот книжных изданий способствует популяризации чтения. Отличная идея, я считаю, потому что книги всегда должны быть среди людей. Особенно в таком формате, когда кто-то отдает свои книги, почитав ее другому человеку, который может также почитать, передать другому человеку. Это очень хорошая задумка для людей. Всего за несколько часов организаторы собрали около ста экземпляров книг. Здесь и романы, и детективы, и мировая классика. Уже в скором времени первая книжная полка библиотеки Добра откроется в Одинцовском подворье. А пока идет прием литературы. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о различных акциях, которые в этом году провела комиссия по культуре общественной палаты Одинцовского района. Сейчас в центре нашего внимания библиотека Добра. Вика, когда ты сказала, что люди звонят и хотят книжки принести, вот первая мысль, которая мне возникла, неужели наши люди не хотят больше читать? Вот как вы думаете, почему так активно избавляются от своих библиотек? Потому что новые книжки приобретают или все-таки на чтение времени не остается? Ну да, мне кажется, что я не думаю, что люди не хотят читать. Я думаю, что, скорее всего, они просто передают это как в дары для того, чтобы другие люди тоже могли читать. Сейчас действительно есть доступ уже. Можно пойти и купить любую понравившуюся книжку. А есть какой-то раритет, который будет, допустим, интересен, которую никто не видел. Я вам честно признаюсь. Я не буду называть, как называются эти книжки. Нам приносили такие книжки, которые 1986-1987 года, они связаны с астрономией, и они действительно были настолько интересны, что вот я присутствовала на акции, и мужчина, когда я их увидел, он говорит, где вы нашли эти книги? Я говорю, нам принесли эти книги. Он говорит, можно я у вас их все заберу? Вот, соответственно, значит, это не только именно что касается астрономии, были еще книги. Возможно, это просто вот, ну, я почитала, допустим, книгу, она мне, ну, не то, что не нужна, я ее прочитала. Я просто хочу дать в дар другим людям для того, чтобы тоже она принесла пользу. К сожалению, в нашей, когда все у нас происходит посредством интернета, телефона, все равно, когда ты читаешь, естественно, ты развиваешь свой мозг у тебя непосредственно. Ты начинаешь думать, мыслить, и читать это просто необходимо. Мы почему запустили эту акцию? Для того, чтобы мы понимаем, что это уходит в прошлое. Да, люди только исключительно в интернете это все делают. А ты должен читать книгу, вдыхать ее запах. Это же не обыкновенно приятно. Не изменить ничем абсолютно. Да, 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 да. Это в прошлое суршание страниц. Да, да, да. Вот, кстати говоря, Лариса, вы работаете с детьми. Сейчас дети что больше читают? Обычную бумажную книгу или все-таки электронные варианты на первом плане? Мне очень везет с детьми. Мои дети читают книги. У меня сейчас первый класс. Мы уже специально, все родители, я попросила, давайте детям купим на 1 сентября в подарок книги. Они купили сборник «Родничок», достаточно известный. И мы с детьми рисуем на тему того, что прочитали. Составляем картинные планы на тему того, что прочитали. Недавно мы с ними читали такой рассказ «Передышка». И потом мы эту березу рисовали уже с точки зрения изобразительного искусства, как это действительно положено делать. По мукрой акварели. Получилось просто волшебно у всех. Потому что они эту передышку, они ее реально увидели, они прочитали, они поняли смысл всех слов, которые там были написаны. И это очень важно, ведь это расширяет словарный запас. Поэтому, ну и у меня все достаточно банально. Я запрещаю просто пользоваться в классе гаджетами. Поэтому выбора не остается, слава богу. И приходится брать в руки книги, игры, настольные. Шахматы у нас очень популярны. Ольга, вы общаетесь с мамочками, то есть уже другое поколение. А вот что касается мамочек, любят ли они читать и чему отдают предпочтение? Вы знаете, я бы, наверное, сказала не про мамочек можно, а вот сейчас слушаю Ларису, вспомнила свою дочь, когда она мне сказала, просмотрев на диске фильм «Том Сойер», мы начали читать его, не читать, а аудиокнигу слушать. И когда она говорит, мама, так там столько всего интересного. Когда я слушаю, я, говорит, фантазирую, что он был такой, они сделали то-то. То есть вот это вот расширяется фантазия человека, когда ты не только считываешь визуально, а про мамочек хочу сказать, что, конечно, у нас в наших чатах начинается, когда обсуждение, какой литературы читать. Ну, у нас как? У нас же в основном мы читаем для детей. Да, и вот это, конечно, иногда даже вот маленько мамочки поссорятся, потому что каждая считает, что вот кто-то считает, что нужно больше развивать, наверное, рассказывать уже с младенчества, как устроен человек. Другие мамы категорически против и наоборот ругаются, как вы можете вообще такое позволять себе и своим детям доносить информацию. То есть, конечно же, ну, все старо как мир, собственно, все читаем, все то же самое. И того же, вот повторюсь, Тома Сойера, и возвращаемся всем к нашим русским народным сказкам. Классика живая, это очень сильно радует. Вот, кстати говоря, про астрономию мы уже поговорили, а какие-то еще интересные книги приносили люди? Да, русские сказки приносят. Это пользуется действительно большой-большой популярностью. Я сама, как молодая мама, могу сказать, что мне сейчас, конечно, рано книги покупать, но я уже их покупаю. И когда я пришла в магазин, мы разговаривали с женщиной, и она говорит, вы не представляете, очень много книг новых, да, но наши русские сказки, Василиса Прекрасная и так далее, Три поросенка, это все именно для деток совсем маленьких, это, говорит, это вот это вот, на этом мы должны растить наши, да, на классике. Да, еще бы я хотела сказать по поводу того, что читают мамочки. Лично я, лично я, когда выходишь гулять с ребенком, есть там два часа, вот, и когда была прекрасно стояла золотая осень, когда просто невероятно было красиво на улице, я начала читать, не то что читать, есть такие книжечки, тренировать мозг. И нам, это интересная книга, которую принесли нам в библиотеку добра, и где я увидела ее, где написано, тренируем мозг, и там такие разные задания, там ты их выполняешь, определенные программы есть на какое-то время, и ты потом уже через какой-то, через месяц-два, ты действительно замечаешь, как мозг становится, ну не то что лучше, но начинает лучше работать. Тренировано. Да, 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 ты тренируешь, потому что это как и мышцы, это надо тренировать. И вот это, такие нам вещи тоже приносили, у нас это тоже есть. А что сейчас с библиотекой добра, работает ли она, или проект, можно сказать, уже завершен? Нет, проект, он не завершится никогда. И не надеетесь? Да, 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 да. Есть телефоны общественной палаты, есть почта секретариата. Соответственно, сейчас пока мы акции выездные не делаем, пока на период, на декабрь, а в 2019 году мы опять возобновляем, мы будем по поселениям ездить и книги собирать. У меня уже на 2019 год, на январь, договорено сбор книг, и в Москве нам позвонили, сказали о том, что вот готовы нам отдать книги, также прям библиотеку, сказали, что у нас и Лев Толстой, и Гоголь, и, говорит, просто, к сожалению, там по определенным причинам человек собирал это практически всю жизнь, а вот, ну, произошли обстоятельства, по которым сейчас он говорит, вот, моя дочь хотела, чтобы эти книги достались, именно вот пошли, ну, принесли доброе дело, да, и к людям, да, и там более тысячи книг, вот, А где же сейчас все это хранится, пока вот акция, скажем так, да, на зиму законсервирована? В общественной приемной, да, также можно в общественной приемной на Молодежную 18 приносить все книги, приносить и не только книги, вот, мы сейчас еще расскажем, что еще можно приносить. Вот, кстати говоря, давайте мы к этому перейдем. Лариса, я так понимаю, что это уже ваша задача, кроме того, что библиотека Добра была акцией, еще и проводились мероприятия по сбору батареек. Да, но мы этим вопросом занимаемся уже порядка двух лет, и родилось это, ну, таким образом, что очень много, где можно увидеть эти контейнеры, где стоят эти батарейки, да, и, как бы, кажется, вроде как бы, да, хорошо туда ее отнести. И, конечно, это будет лучше, чем вы ее выкинете, потому что, на самом деле, батарейка приносит очень много вреда окружающей среде, и отравляет пространство жизни для двух деревьев, двух кротов, одного ежика и тысячи червей. Червей дождевых. Дождевых, да. Которые тоже являются, кстати, пищей для тех же кротов и ежиков. И, да, видели, задумывались, а куда же эти батарейки потом идут? Один единственный завод по переработке в городе Челябинске у нас в России, который занимается вот переработкой этих самых батареек. Да, это очень далеко. И я понимаю, что с этой бутылкой ехать в Челябинск это нереально. У нас в общественной палате есть специальная программа, разработанная Викторией. И я решила как бы поучаствовать в этом благом деле. Ну, они лучше расскажут. Вика? Ну да, у нас есть экологическая организация, которая занимается батарейками уже не первый год. У нас по району установлено уже более 11 контейнеров с использованными батарейками. И в этом году мы тоже еще устанавливаем 11 контейнеров. Они не совсем большие, но мы двигаемся вперед. И я так думаю, что с каждым годом мы с каждым будем наращивать и поставим уже потом в конечном итоге добротные батарейки для контейнеров для сбора батареек. Да, конечно, бы хотелось бы также еще о ртутных лампах сказать о том, что их тоже нужно собирать. Потому что они также причиняют вред природе. Куда деваются эти батарейки? Да, существует действительно только один завод. Многие, конечно, у нас и сетевые магазины, которые собирают батарейки. Но вот у нас заключен договор с компанией, которая именно принимает эти батарейки и сдает их в утилизацию и как раз это все дело отправляется в Челябинск. Естественно, если ты принесешь один килограмм, тебя не заберут. Нет, нет. Да, да, да. А вот 100 килограмм, соответственно, вот... Ну и мы, соответственно, заботившись о том, что действительно с этой бутылкой как бы это очень мало. Мы решили, вот у нас сейчас в школе проходит акция, называется она «Сдай батарейку, спаси ежика». Она, конечно, является частью проекта Вики, новой волны, зеленой волны. общественной палаты, потому что мы там собрались все единомышленники. И большую... Во-первых, вот сама вот эта наша акция вызывает улыбку. И мы уже собрали практически 96 килограмм батареек. Это у нас там три больших таких ашановских пакета. С большим удовольствием дети несли, в том числе, кстати, несли и из подъездов эти свои бутылки, потому что они спрашивали, можно мы заберем? Да-да, потому что люди уже, которые подключились к этому сбору батареек, которые не... ну, не наша акция, не специальные контейнеры, они тоже стали понимать, что куда их девать? Вот они набираются, а завод по переработке один. И сдать куда-то вот этот вот килограмм, там два, это очень проблематично. И сейчас вот у нас уже акция по школе завершается, но мы будем проводить ее каждый год. Может быть, на следующий год мы будем уже спасать червей, потому что в червях это гораздо больше. Но самое главное, что, во-первых, дети спасают червей, ежиков и кротов, а во-вторых, у них же экологическое сознание вырабатывается. И они действительно начали задумываться над этим вопросом вообще как бы что происходит, что мы делаем. Более того, для меня это вообще большой положительной, скажем так, работа. У меня были детки, которые, ну, по тем или иным причинам у них были сложности с включением в коллектив, вообще с выступлением на обществе. После того, как они по школе прошли, рассказали про акцию, уже там у них никаких проблем не возникает, они уже готовы. И у нас еще из этого вырос математический проект, с которым мы упадем на научно-практическую конференцию. То есть, одни сплошные плюсы у этого замечательного проекта. А я вот, собственно, хочу сейчас дойти до гостей, которая пока говорила меньше всего среди консультантов, экспертов общественной палаты Одинцовского района, Ольга Кравченко, которая является также многодетной мамой, вице-президентом Центра поддержки материнства «Мамина помощь». Уже не первый год представительница Центра. Ольга, все правильно. На регулярной основе посещает дом-интернат для престарелых людей в Ромашково. Внимание на экран. Активистки Центра поддержки материнства «Мамина помощь» регулярно посещают дом-интернат для престарелых людей в Ромашково. Пекут пироги и готовят концертную программу для бабушек и дедушек, которые там проживают. В мероприятиях принимают участие не только взрослые, но и дети. Такие акции, по их мнению, помогают сохранить прочную связь между поколениями. Ольга, как вы узнали про этот дом-интернат? Почему решили именно туда отправиться? Дом престарелых в Ромашково мы посещаем уже больше двух лет. Идея родилась чисто случайно. Позыв душевной доброты, наверное, душевного какого-то порыв был такой, что был праздник, называется он «Бабушки и дедушек». День пожилого человека. Нет, вот именно. День бабушек и дедушек. Да, что день пожилого человека он прошел, и мы понимаем, что нам хочется тоже побывать где-то. И тут прям буквально следующий праздник это день бабушек и дедушек. Мы посмотрели, чисто случайно зашли на этот сайт, приехали туда, и, естественно, мы уже не можем туда не приезжать, потому что это уже наша семья, это уже наши бабушки, это уже действительно настолько родные люди. Родные, да. А как решили брать с собой детей, и зачем, какова цель была именно такого совместного времяпрепровождения? Когда мы были первый раз, мы с Наташей очень слишком переживали, насколько мы сможем отойти после первой встречи. Конечно, мы ревели всю дорогу, когда возвращались назад, потому что посмотрев на них, насколько они нуждаются в общении, это было действительно тяжело. Придя домой, через какое-то время мы с Наташей созвонились, и одновременно практически договорились, что надо везти к ним детей, потому что это такой колоссальный заряд одних ты сам получаешь, и дети обязаны видеть, что, как могут их бабушки и дедушки существовать в другом абсолютном мире, что они одни, и я, как бы им там ни было хорошо, люди одинокие, и когда мы приезжаем с детьми, у нас даже родился такой проект, называется благотворительность как воспитание, то есть все желающие мамы, любые, присоединяйтесь, пожалуйста, звоните нам, приходите к нам, приезжайте с нами туда, любая мама может, когда у нас есть разрешение, когда мы собираемся туда ехать, прийти с ребенком, он может рассказать стихотворение, самое главное, что, в чем нуждаются эти старики, это просто прикоснуться, чтобы ребенок, вот ребенка подержать за руку, насколько они преображаются, когда мы приезжаем, а когда мы приезжаем с детьми, они на какое-то время возвращаются в то время, когда у них была полная семья, Вика, не плачь, пожалуйста, это я тоже заплатил, так, давайте держаться, они, наверное, очень готовятся и ждут, я думаю, дедушки и бабушки, помню, вот как мои бабушки ждали, когда мы приедем, да? Ну, мы, как правило, вы же не просто приезжаете, правильно, у вас концертные программы подготовлены, пироги, торты, вот расскажите поподробнее. Однозначно, ой, всем миром собираем, когда клич мы даем в своих чатах, собирают и школы, и детские сады, и абсолютно точно едем всегда с концертом, сами и с баянистом, как они любят петь, это что-то, вот правда, мы устраиваем вот этот огромный стол, кто-то кушает, кто-то поет, кто-то, кто еще в состоянии потанцевать, мы их даже вот вытаскиваем порой, чтобы они, ну, маленько оживили, да, они и сами вот сидят и пританцовывают, и действительно, что радует, что с каждым разом после того, когда люди узнают, что вот мы съездили, да, каждый раз все новые и новые подключаются семьи, школы, детские сады, люди хотят помогать, вот это бесценно. А на этот Новый год какие сюрпризы для бабушек и дедушек, дедушек приготовили? Вот буквально 24 числа мы едем к ним, бабушка моя любимая, Шура, ждет наушники, очень хочет она радио в наушниках слушать, едем с подарками, которые приготовили. Так получилось, что мы не попали в этом году на душевный базар, хотя очень готовились, очень много поделок, и вот эти поделки мы спросили разрешения, ну, если мы не, не получилось у нас на душевный базар, не хотели бы вы передать, мы можем вернуть назад, но все, как один, сказали, конечно, потому что это сделано руками, кто-то гномика сделал, кто-то какую-то рамочку, то есть в этот раз у нас наоборот будет не стандартный Новый год, а именно вот эти вот от души, но душевный базар, только теперь у нас не базар, а поедем с ним к бабушкам, к дедушкам. Обязательно передавайте и наше поздравление с наступающими праздниками. Мне хочется, чтобы и вы, дорогие телезрители, порадовались за наших Одинцовских девчонок и мальчишек, которые уже за две недели до Нового года успели встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Произошло это в конно-спортивном клубе «Голоп». Вот буквально на днях внимание на экран. 15 декабря общественная палата Одинцовского района совместно с Центром поддержки материнства «Мамина помощь» провела новогоднее благотворительное мероприятие для детей на лошадке к Деду Морозу в конно-спортивном клубе «Голоп». Малыши не только познакомились с обитателями конюшни, но и прокатились верхом. Поздравить ребят приехали Дед Мороз и Снегурочка после песен и танцев волшебники угостили детей леденцами. Вика, акция прошла вот буквально на днях. Впечатления еще свежи в памяти. Как малыши отреагировали на праздник? Малыши отреагировали на праздник просто замечательно. Мы еще раз выражаем благодарность всем организаторам, также конно-спортивному клубу «Голоп», также людям, которые помогали нам, вот, маминой помощи. Катырину, Николаю Николаевичу, который предоставил автобус, чтобы мы могли детей туда отвезти. Главная цель этого мероприятия была какой? Для того, чтобы деток покатать, познакомить с лошадьми, познакомить их, придать им непосредственно новогоднее настроение. Вы знаете, лошади, это вот, мне кажется, что лошади, что дельфины, это такие вот животные, от которых невозможно быть равнодушны. Ну да, есть целое направление терапии. Да, да, это терапия, и действительно, детки, они совершенно по-другому начинают реагировать, и когда мы туда ехали, я сопровожала автобус, вот, я как гидом была, и когда мы туда ехали, все еще были такие, ну, возможно, и сонные, и что-то грустное, обратно, все не только летели. Мне кажется, что самая главная, основная моя была задача, чтобы когда дети с родителями выходили из автобуса, праздничное настроение было не только у детей, но и родителей, мы этого добились, мы это сделали. Дети были в восторге, родители были в восторге, потому что действительно, когда ты видишь, что Дед Мороз, Снегурочка, после того, как ты покатался на этих лошадях, приходят, Дед Мороз танцует в баруне, Снегурочка рассказывает стихотворение. Это все настолько было весело и интересно, детки были в полном восторге. Мы эту акцию проводим уже второй год. В прошлом году мы были в другом подворье, в конном спортивном РН. В этом году Голоб предоставил нам такую возможность, особенно спасибо большое. Я думаю, что это добрая традиция, которая будет приходить у нас из года в год. Я бы хотела, кстати, добавить по поводу Ольги, Натальи, по центру Мамины помощи и вообще по тем людям, которые у нас работают на благо в общественной палате. Присоединяйтесь к нам, я бы всем хотела сказать, потому что действительно у нас люди с большими сердцами и если у кого-то есть возможность, кто-то хочет сделать доброе, благое дело, к нам присоединяйтесь, потому что мы открыты 24 на 7 и чем больше нас будет, тем больше мы сможем сделать каких-то красных вещей. Кстати говоря, касаемо присоединения, можно сделать это по-разному, вот в частности сейчас проходит конкурс, Вик, как он правильно называется, наш подъезд встречает Новый год, правильно, вот условия этого конкурса, кто в нем может принять участие, каким образом? Абсолютно все могут принять участие, если вы хотите верить в чудеса, как и мы, потому что мы, мне кажется, любой человек, который посмотрит эту программу, да, послушает нас, скажет, нет, там люди как-то странные, то есть, да, мы живем этим, мы не можем жить без этого, и поэтому, готовы вас тоже сожжать эти идеи. Поэтому, если вы верите в чудо, если вы верите в волшебство, если вы верите в то, что действительно Новый год, исполняется желание и все остальное, и можно свое настроение поднять просто для того, чтобы улыбнуться, вы с нами, и поэтому принимать участие может любой человек с любым подъездом, единственное, что должна быть украшенная елка, у нас атрибутика, должна быть праздничное оформление, вот, необходимо присылать свои работы на, значит, сайт, значит, общественной палаты, на секрсобака.op.odin.ru секрсобака. Да, секрсобака.op.odin.ru Это указано во всех афишах. А вы сроки? Сроки 17 декабря мы стартовали, 17 января у нас все заканчивается. Идейным основителем была девушка Христина Сергеева, она как раз и предложила нам это, мы поддержали, потому что мы за любой, как говорится, за любое доброе дело, надо будет просто прислать фотографии, написать название, как вы называете, допустим, свою композицию, написать фамилии, имя отчества, контактные данные, для того, чтобы мы могли связаться. 31 января у нас на заседании общественной палаты будет торжественное заседание, у нас будет первое, второе, третье место, и также почетные грамоты для всех тех, кто к нам присоединился. А вы самое главное, за что, собственно, борются-то участники? Главный приз какой? Главный приз, это мы оставим в секрете. Я думаю, то, что главный приз будет хорошее настроение. Очень, да, хорошее настроение. Нет, гарантированно. Да, хорошее настроение гарантированно, потому что, действительно, мы же сами создаем себе настроение. Мне хочется призвать всех, что две недели до Нового года осталось, поэтому вперед. Я думаю, что главный приз будет даже не хорошее настроение, а новогоднее настроение, причем не только у автора проекта, но и у его соседей, в том числе, и у гостей, конечно. А на самом деле создать новогоднее настроение не так просто, как кажется. Вот сегодня, по-моему, мы, собственно, этим занимались, и, мне кажется, у нас получилось. Все в наших руках, закупаемся мандаринами, украшаем елки, Новый год совсем скоро. А на сегодня у нас все. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok